Дома еще не заселили, а проблем уже прибавилось. Жители поселка Краснодарский оказались в центре большой стройки. Старые коммунальные сети не выдерживают резкого увеличения нагрузки. Агравийные дороги разрушаются под колесами тяжелой техники. Обращение жильцов и предложение по решению накопившихся проблем выслушала Мария Литвинова. Краску на этом заборе не обновляли лет 10 с тех пор, как его поставили. А внутри, говорят жители поселка Краснодарский, обещали сделать футбольное поле. Но мяч там так никто и не гонял. Не звучит детский смех и на участке напротив. Когда-то там была спортивная площадка, но сейчас они напоминают лишь старое баскетбольное кольцо. Сейчас очень много маленьких детей, очень много домов расстраивается. Но, как сами видите, у нас вообще ничего не благоустроено здесь. И ребенку вообще играть негде. Маленькая площадка, которую нам построили. И очень много детей туда абсолютно не помещаются. Вопрос благоустройства местные жители одним из первых подняли на встрече с главой Краснодара. Владимир Явланов выслушал и распорядился. Спортивные площадки быть. Причем в ближайшее время. С некоторыми поправками. Вместо футбольных ворот установят гонбольные или для мини-футбола. Для полноценного поля места недостаточно. Вместо стандартного футбольного поля мы сделаем нестандартное. То есть это будет маленькое. Для гонбола, волейбольные площадки и так далее. Поэтому мы будем говорить о том, что это будет спортивный комплекс из детской площадки и также сопутствующих площадок для гонбола или волейбола. Не только отсутствие спортивной площадки, но и общее благоустройство и развитие инфраструктуры – насущная проблема для поселка Краснодарский. За последние два года население увеличилось почти втрое – до двух с лишним тысяч человек за счет новостроек, которые растут быстрыми темпами. А вот коммунальные сети и дороги остались на уровне десятилетней давности. Жители старой части поселка страдают от перебоев с электричеством и водоснабжением. Впрочем, проблемы с холодной водой скоро прекратятся. Здесь начали прокладывать новый водопровод. А вот единственная асфальтированная дорога требует внимания. Она разрушается под колесами тяжелой строительной техники. Владимир Явланов дал распоряжение главе поселка проследить, чтобы для бетономешалок и экскаваторов нашли альтернативные пути подъезда к объектам. А застройщикам напомнил – их обязанность строить не только дома, но и подъездные пути к ним. Те дороги, которые сейчас общего пользования используются под строительство технологического транспорта, всего этого строительного, если есть возможность, ее нужно найти по строительству и подходу этого технологического транспорта в обход всех наших дорог общего пользования населением. И перевести их на эти дороги, собственные свои. И опять же, не стесняясь закрывать эти стройки до той поры, пока они не снимут все напряжения с населением. Недовольство жителей вызывает и отсутствие социальной инфраструктуры. За медицинским обслуживанием приходится ездить в город, туда же отводят детей в детские сады и школы. В поселке нет даже аптечного пункта. Владимир Явланов подчеркнул, застройщики обязаны обустраивать социальные объекты на первых этажах зданий. Если стройка уже идет полным ходом без учета этого требования, то проект необходимо пересмотреть. Глава города дал соответствующее распоряжение руководителям департаментов строительства и здравоохранения. В течение предстоящей недели обследовать все строящиеся дома в округе, в пределах доступности здесь. Выбрать, где наиболее удобно на первом этаже определить место под мини-поликлинику или кабинет врача общей практики и так далее. И там, где это уже ведется строительство, есть явные признаки того, что этот дом будет достроен. Также в ближайшее время в поселке и на подъезде к нему появятся оборудованные остановочные комплексы, которым запустят новые автобусы. Сейчас в Краснодарском есть только одна крытая остановка и большой дефицит маршрутов общественного транспорта. Учитывая, какими темпами развивается населенный пункт, это недопустимо, подчеркнул глава. В завершении схода каждый желающий смог задать вопрос мэру в индивидуальном порядке. Выполнение всех поручений Владимир Явланов взял под личный контроль.